Олег Николаев рассказал об основных мероприятиях, которые прошли в этом году. 21-й в Чувашии посвящен трудовому подвигу строителей сурского и казанского оборонительных рубежей. Осенью 1941 года враг подошел к Москве. Было принято решение о строительстве оборонительных рубежей. К концу 1941 года на их возведении были задействованы порядка двух миллионов человек. Держа в руках ломы, топоры и лопаты, каждый старался приблизить победу. Несмотря на морозы и военные невзгоды, за три месяца на территории Чувашии были созданы оборонительные рубежи Суры и Казани. Были вырыты 380 километров окопов и противотанковых рвов. Участники конференции отметили, наша деятельность является хорошим примером для других регионов. Мы внимательно наблюдаем за опытом наших коллег из Чувашии и в какой-то мере ориентируемся на них, потому что вам удалось сделать то, чего пока нет у нас. У вас замечательные здания, посвященные оборонному строительству. У вас колоссальная поддержка со стороны руководства Чувашии. Но, с другой стороны, хочу сказать, что мы тоже потянемся, потому что избранной два дня назад была инаугурация. Наш новый губернатор Олег Владимирович Мельниченко, он профессиональный историк. В год памяти подвига строителей сурского и казанского рубежей были написаны книги, сняты художественные и документальные фильмы, поставлены спектакли, организованные выставки, заработал портал сурскийрубеж.рф. В честь героических предков Чувашии выпустили новый сорт хлеба – сурский. Мы в 2022 году ждем премьерной постановки опера, причем это уже должно быть произведение всероссийского мирового уровня, посвященное также подвигу строителей рубежей. Буквально недавно объявлен конкурс пьес на грант главы Чувашия, и мы также надеемся, что молодые авторы, молодые драматурги заинтересуются этой темой и поработают и в архивах для того, чтобы нам еще раз рассказать о том, какими были наши предки. «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего», – сказал еще Михаил Ломоносов. Сейчас предпринимаются попытки переписать историю, принизить значение подвига советского народа в победе над фашизмом. И такие мемориальные акции не позволят уничтожить память, сохранят в веках все, что пережили наши предки, чтобы у нас было мирное небо. Проделана очень огромная работа. Но вот эта огромная работа, она, конечно же, нас сами вдохновляет. И то, что она вызвала очень высокую оценку специалистов в области истории, для нас является дополнительным аргументом того, что мы идем, с одной стороны, по правильному пути, с другой стороны, что эту работу надо продолжить. И все эти мысли, которые возникли в ходе сегодняшней конференции, мы сможем реализовать уже в текущем году в ходе проведения будущих мероприятий, но самое главное – учесть в ходе мероприятий в следующем году, который будет проводиться в рамках года выдающихся земляков. Скоро в Козловском районе достроят мемориал. Автор – архитектор Константин Фомин. Он же разработал памятник советскому солдату в Оржеве. Мемориальный комплекс 38 металлических стел по одной за каждые 10 километров окопов. Год памяти подвига строителей рубежей. И как продолжение следующий, 22-й, год выдающихся земляков и строителей этих рубежей в том числе. Алексей Зотиков, Регина Кубайкина, Сергей Емельянов. Республика из Москвы. Редактор субтитров А.Семкин